Привет, друзья! Если сравнить фотографии советских и немецких танкистов времен Второй мировой войны, то в глаза сразу же бросится одно разительное отличие – отсутствие защитных шлемофонов у военнослужащих Panzerwaffe. Действительно ли их не носили немецкие танкисты, или они просто стыдливо избавлялись от некрасивого элемента экипировки перед тем, как сделать фотографию? Давайте разбираться. Шлемофон танкиста – важнейший элемент экипировки, который нужен для того, чтобы защитить голову человека от ударов о металлические элементы конструкции танка. Без него танкист может быть легко травмирован во время боя или движения машины. Почему же немецкие танкисты их не носили? Очевидно, потому что немецкому командованию нужны люди с отбитым головным мозгом, которые без тени сомнения будут верить в проповеди Йозефа Геббельса о происхождении арийской расы. Ну, это, конечно, шутка, хоть и мрачная. На самом деле все было куда прозаичнее. Экипировка для защиты головы танкистов создавалась во всех странах мира, у которых были бронетанковые войска. Просто у каждой страны был свой собственный подход к этому вопросу. Советский танковый шлем появился еще в 1931 году и используется по сей день. Свой собственный вариант шлема для танкистов еще в годы Первой мировой войны создали и французы. Танковые шлемы были и у американских танкистов. А вот англичане и немцы в этом отношении пошли по принципиально другому пути. Они сделали для своих танкистов не шлемы, а береты. Плотный берет вполне себе защищал голову от неожиданных ударов, хотя проигрывал шлемом в том отношении, что не содержал встроенные в конструкцию средства связи. Береты были не простые, а с мягкой подкладкой и небольшой металлической пластиной внутри. К слову, идея с беретом оказалась никудышной. А потому после Второй мировой войны и немцы, и англичане перешли на шлемы. Вот такой вот занимательный факт. А с вами был Сергей Малиновский. Подписывайтесь на меня в YouTube, TikTok и Янзек Дзен. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok